Заседание Совета депутатов – последний этап перед принятием того или иного решения. Все возникшие по повестке вопросы народные избранники обсуждают заранее, во время проведения рабочих групп. Представители партии коммунистов, видимо, с такой традицией не согласны и каждый раз всячески пытаются сорвать совет. Минувшее 16-е очередное заседание не стало исключением. 22 вопроса депутатам пришлось принимать почти три часа. Большой ажиотаж в рядах коммунистов возник вокруг темы о земельном налоге и льгот пенсионерам. Я вам сегодня прошу предложение, что давайте вообще изменим подходы и всех пенсионеров, проживающих на территории Ленинского городского округа. А вы решение-то читали, Павел Николаевич? Да, нет. Ну давайте я вам закончу. Конечно, закончу говорить. Мне кажется, что этот вопрос нужно отложить. Давайте создадим согласительную комиссию. Ни одного обращения в части рассмотрения этого вопроса от фракции КПРФ не поступало. Более того, вопрос действительно прорабатывался и фракция «Единая Россия» вышла со своими предложениями в части, в том числе и снижения, и льгот. Значит, соответственно, об этом ваш руководитель фракции знал, но даже спустя время после комиссии, также никакого анализа с вашей стороны ситуации, какую вы сейчас опять хотите проанализировать, ну не было. Хотя было на это время. Более того, Павел Николаевич, вы хоть решение почитайте внимательно. Вы пенсионеров, то, что вы предложили, мы уже отменяем этим решением. Вот это и называется популизм. А вопрос действительно серьезный. Рассматривался долго и тщательно, чтобы принять правильное решение, которое удовлетворит потребность жителей Ленинского городского округа. Речь идет о льготах для пенсионеров, в чьей собственности находятся земельные участки. Мы очень долго работали с коллегами по фракции «Единая Россия», приняли такое совместное решение, вышли с инициативой, глава нас поддержал. Мы приняли пониженные ставки по налогам и достаточно существенно расширили льготы по пенсионерам. У наших пенсионеров было освобождение по земельным участкам от 6 соток и стояло практически во всех поселениях ограничение до 15-20 соток. То есть это льгота такая, чтобы они не платили налог. Мы, соответственно, вышли с инициативой, чтобы снять это ограничение на те земельные участки, которые они используют для собственного жилья и садоводчества. Также фракция «Единая Россия» вышла с предложением минимизировать увеличение налога на имущество и землю для жителей муниципалитета. Мы получили предложение, которое было сформировано на основе рекомендаций Минфина, чтобы налог на квартиру стал 0,3, то есть это в три раза увеличение. Мы вышли с инициативой, чтобы все-таки это стало 0,15, то есть было 0,1, стало 0,15, незначительное увеличение. Далее, соответственно, у нас налог на жилые дома был 0,3 во многих поселениях, то есть в двух поселениях 0,1. Мы вышли с инициативой, чтобы уменьшить данный налог до 0,2 для остальных поселений. По ряду земельных налогов мы тоже, в отличие от наших соседей из других округов, взяли ниже планку. Депутаты расширили список предпринимательской деятельности, собственники которой могут воспользоваться рассрочкой оплаты за аренду муниципальной земли или недвижимости. Такое решение было принято в связи со сложившейся ситуацией в бизнесе из-за пандемии. На этом заседании обсуждалось много жизненно важных вопросов. Например, в округе возобновляется институт старост. Мы не принимаем меры для того, чтобы как-то забыть активных наших жителей, на плечах которых стоят социально значимые вопросы, именно деревень. Эта работа есть, она нужна, она важна. Это первый помощник, руководитель терророделов, который в рамках Ленинского городского округа сформировано. Поэтому мы защитили их социальные права и интересы. Еще одна важная тема – о бесхозном автотранспорте. Депутаты утвердили положение о порядке выявления, перемещения, хранения и утилизации автохлама, которого все больше появляется на территории Ленинского округа. Особенно остро проблема стоит в новой жилой застройке. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.